Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Елабуге с 1 сентября на базе КФУ откроется университетская школа. Абитуриентам КФУ теперь доступен лекотный кредит на образование. В последнее время в социальных сетях ходит слух о том, что в этом году на направлении биология в Казанском федеральном университете было выделено слишком много бюджетных мест. А количество ребят, готовых поступить на направление, невелико. Напомним, что эта информация фейк. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Олега Бодрова, в КФУ на направление биология выделено 155 бюджетных и 30 контрактных мест. На сегодня уже поступило 840 заявлений на бюджет и 209 на контракт. То есть количество заявлений на поступление на это направление намного превышает возможности Казанского федерального университета. А теперь к другим новостям. 14 августа в Елабуге прошла презентация университетской школы КФУ. На ней присутствовали президента Тарсана Рустамья Неханов, ректор КФУ Ильша Адгафуров, а также президент Российской академии образования Юрий Зинченко. В ходе презентации гости оценили нововведение школы, а также ее состояние после ремонта. Подробнее о будущей работе школы в сюжете нашего корреспондента. В первый раз в новый класс, вернее в новую школу, 1 сентября пойдут первоклассники города Елабуги. 14 августа прошла презентация обновленного учебного заведения, которое после ремонта не только сменило название, но и статус, став университетской школой при КФУ. На презентации школы присутствовали президент Тарстана Рустам Мениханов, ректор Казанского федерального университета Ильша Адгафуров, а также государственный советник Республики Тарстан Ментимер Шаймиев, а также президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Последний, кстати говоря, после презентации остался с хорошим впечатлением о школе. Те инновации, которые в школьном образовании, благодаря связи с университетом, возможны, это и фундаментальность, это и инновационные технологии, это различного рода, не только дистантные, не только цифровые, но и человеческие кейсы, которые становятся той основой для подготовки будущих педагогов. Сама же школа претерпела множество изменений. Помимо ремонта, в школе прошли изменения в учебном процессе. Теперь здесь будут углубленно изучать многие точные науки. За каждым предметным классом будет закреплен директор того или иного института КФУ. За классом физики, институт физики и так далее. Поэтому, я думаю, школа, которая сегодня имеет в рейтинге Елабургской школы одно из последних мест, в скором будущем станет лидером, как минимум, системы образования Елабуги и Елабургского муниципального района. К слову, после перехода под крыло КФУ в школе сохранился прежний учительский состав. Также здесь будет работать новая, пока что не введенная практика – ассистент учителя. Это будет такой же полноценный преподаватель, который совместно с учителем на уроках будет выполнять все или иные функции. Роль ассистента на себя возьмут студенты Казанского федерального университета. Здесь будет ассистент учителя. Суть этой системы заключается в том, что студенты, начиная со второго курса, смогут преподавать вместе с учителями, здесь же, находясь в школе. Не в рамках одной практики, которая длится три недели, а в течение всего года по три-четыре урока каждую неделю, получая опыт взаимодействия не только в рамках одного своего предмета, но и воспитательной дополнительной работы. Такой возможности нет, по большому счету, ни у одной школы в республике и ни у одного педагогического вуза в стране. Пока что школа еще закрыта на каникулы, и свои двери откроют только 1 сентября. Однако уже сейчас многие возлагают на нее большие надежды. Вот только какие бы инновации и новые технологии не реализовывались в школе, самым главным в ней останется то, чтобы первокласснику было интересно учиться и был хороший уровень образования. Школа будет выполнять несколько функций. Прежде всего, конечно, это функции воспитания подрастающего поколения и передачи знаний. Вторая функция – это подготовка будущих учителей. И самое главное, чтобы детишки получили достойный уровень знаний и компетенций, которые они потом дальше могут использовать. Главный вопрос, который возникает – насколько они могут на практике использовать эти знания. Лев Диденко, Булац-Дыков, Универ-Ньюс. 14 августа в Елабуге состоялось августовское совещание работников образования и науки республиканского уровня. Образование 21 века, настоящее для будущего. На нем подвели итоги национального проекта образования. А также обсудили, как КФУ готовит кадры для сферы образования. 14 августа в Елабуге состоялось августское совещание работников образования и науки республиканского уровня. Образование 21 века, настоящее для будущего. В нем приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, государственный советник Артем Ментимир Шаймеев, заместитель премьер-министра республики Татарстан, министр образования и науки республики Татарстан Рафиз Бурганов, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. На мероприятии подвели итоги реализации национального проекта образования, рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся повышения качества образования, а также вынужденный переход на дистанционное образование. На совещании Бурганов отметил лицеи Казанского федерального университета и то, как в этом году ВУЗ продвинулся вверх в списках предметных рейтингов. Рейтинговое агентство «Райекс. Аналитика» ежегодно представляет рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В нем отражены школы с наиболее высокой их долей, успешно поступивших в сильнейшие университеты России. В этом году в сотню лучших школ вошли школы из 26 субъектов РФ, в том числе 5 школ из Татарстана. Особо хотелось бы отметить достижение школ Казанского федерального университета. В этом году к двум сильнейшим лицеям IT и имени Лобачевского присоединилась школа номер 5 города Елабуга. Помимо этого президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил важное сотрудничество Российской академии образования с Казанским федеральным университетом. В частности и то, что КФУ подготавливает компетентных кадров для сферы образования. Здесь у нас большое сотрудничество идет по линии Российской академии образования, на базе Казанского университета есть региональное научное отделение. Также инновационные площадки школ партнеров Казанского университета и многие другие проекты. Самый важный из них это «Растем с Россией». Также на совещании выступил государственный советник РТМ Интимир Шаймеев. Он рассказал о ходе создания сети полилингвальных комплексов, сообщив, что Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулой Тукая Казанского федерального университета Уже сегодня проводят целевое обучение 265 студентов по специальности «Педагогическое образование» на двухъязычной и многоязычной основе. А также организован дополнительный набор еще 150 абитуриентов для подготовки педагогических кадров для полилингвальных образовательных комплексов Татарстана. Помимо этого, бывший президент Татарстана отметил хорошее оснащение научных комплексов Казанского федерального университета. Я хочу поблагодарить Казанский государственный университет. Мы готовим сейчас кадры и по иностранному языку, и любые, используя наш Казанский государственный университет. Для этого мы еще не всем даже показали, какие возможности у нас в Казанском государственном университете. Не случайно у него сейчас, это он становится топовым и каждым годом занимает все повыше места в мировом университетских рейтингах. И мы должны этим, кажется, заниматься. Лев Диденко, Бала Садыков, Универ-Ньюс. Абитуриентам КФУ теперь доступен льготный кредит на образование. Из-за пандемии коронавируса у многих семей снизился доход. В качестве поддержки любому обучающемуся, пожелавшему взять образовательный кредит в ПАО «Сбербанк», университет возместит 5% от размера ставки за первый год пользования образовательным кредитом. Казанский федеральный университет – участник программы льготных образовательных кредитов. Соответствующее соглашение было подписано ректором КФУ Ильшатом Гафуровым с банком-партнером. Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во время обучения нужно будет оплачивать только проценты по нему. Вот здесь четко надо понять. Четыре года срок обучения, и само тело кредита будет погашаться, начинать погашаться. После окончания учебы четыре года пройдет, плюс три месяца ему дается на поиск работы. И вот только спустя четыре года и три месяца, если он учился по бакалавриату, если специалитет там пять лет и три месяца, идет погашение самого кредита. Оформить образовательный кредит можно во всех структурных подразделениях ПАО «Сбербанк». Заемщиком может стать только гражданин России в возрасте от 14 лет, зарегистрированный на территории страны. Трудовой стаж не требуется. По процентам следующая ситуация. Процентная ставка 13,01%, из них 4,51% платит госсубсидия. Остается 8% из 8%, 5% в течение первого года погашает Казанский федеральный университет. Оставшиеся 3% это вот та доля, которая должен будет погасить сам абитуриент. На сайте КФУ во вкладке «Абитуриенту и школьнику» размещена подробная информация по образовательному кредиту с господдержкой. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!